Привет! Сегодня у нас такая неформальная встреча, момент ответа на ваши вопросы. Я сегодня без съёмочной группы, просто в самоизоляции дома, поэтому буду отвечать на ваши вопросы так, между делом, буквально в смысле слова, буду убегать, прибегать, занимаясь своими делами, своей дочкой. Хочу сказать, что опция ответа на вопросы очень важна. Во-первых, потому что иначе это нельзя назвать философскими беседами, можно назвать моим монологом. Мне хотелось бы, чтобы после того, как я выступила, так сказать, с кафедры, мы могли именно побеседовать. А во-вторых, потому что в правильно сформулированном вопросе уже половина ответа. Легендарный философ древнегреческий Сократ называл это маевтикой. Он задавал собеседнику правильные сформулированные вопросы, и таким образом они шаг за шагом приходили к истине. Кстати, не забывайте о том, что до практически нашего времени, если собеседники приходили к истине, то это была абсолютная истина, истина для всех. Потому что представление о том, что правда у каждого своя, это такое современное представление. Истина абсолютная. Если я пришёл к ней для древнего грека или для средневекового мыслителя, или даже для мыслителя нашего времени, простите, не нашего времени, но нового времени, есть такое понятие, как новое время, это, можно сказать, после средних веков. Вот. Если мыслитель пришёл к истине, то эта истина, конечно, абсолютно едина для всех. Такие были тогда представления, но об этом вы, наверное, знаете из нашего первого видео. Так вот, мне очень важно, чтобы вопросы, которые вы задаёте, были правильные, точно сформулированы. Потому что на нечётко сформулированный вопрос или спекулятивно сформулированный вопрос или неграмотно сформулированный вопрос невозможно дать грамотный ответ. Ярким примером является из Карлсон, который живёт на крыше. Если помните, Фрёкенбок говорит, что на любой вопрос можно ответить «да» или «нет». Тогда Карлсон говорит «хорошо». Скажите, вы уже перестали пить коньяк по утрам «да» или «нет»?» Вот это спекулятивный вопрос, на который нельзя ответить «да» или «нет», если человек не начинал даже пить коньяк. Он не может перестать. Поэтому Фрёкенбок зависает. Поэтому мне сейчас будет важно в ходе вот этих наших бесед, поскольку у нас всё-таки эта программа задумана как ну такая образовательная, слегка образовательная, популярная образовательная, мне важно будет немножко в какой-то мере переформулировать ваши вопросы, чтобы направить их в правильное русло, чтобы мы смогли прийти к какой-то истине. Какой-то хотя бы. Хотя бы относительный, не абсолютный. Я хочу ещё сказать, опять же в порядке монолога, что философия – это мать всех наук, именно потому, что она учит ставить вопросы. Ответы на них находятся иногда в областях смежных с философией, иногда не имеющих к философии отношений. Например, в философии задаёт вопрос, что такое Личность, и ответ на него в разные области знаний дают свой. Психология, педагогика, медицина, биология – они все вносят свой вклад в понимание, что такое Личность. И единого ответа нет, потому что есть, например, много разных школ психологии, а современный инженеринг искусственного интеллекта совершенно по-другому раскрывает. Ракурс на этот вопрос совершенно новый даёт. И философия должна учитывать все эти современные данные, всю эту современную информацию, интерпретировать её и включать в философский дискурс, так сказать. И от того, как будет сформулирован вопрос и как будет сформулирован ответ, зависит не вот эта абсолютная истина, на которую мы можем опираться, но хотя бы язык, на который мы можем разговаривать, чтобы понимать друг друга. Замечательный философ начала XX века Людвиг Викенштейн говорил «Мой язык – это мой мир». А Хайдеггер говорил «Язык – это дом бытия». То, как мы формулируем вопросы и ответы на вопросы, определяет то, как мы можем друг друга понимать, как мы можем в принципе общаться, можем ли мы договариваться, можем ли мы приходить к какому-то единому знаменателю, или нужно признать, что мы относимся к совершенно параллельным парадигмам, что мы говорим абсолютно на разных языках, и мы никак не можем добиться перевода. Такое тоже возможно. Вот. Ну что, теперь я, пожалуй, начну с ваших вопросов, и начну с вопроса, который как раз, на мой взгляд, показывает, что человек не очень дружит с терминологией, и надо немножко поправить. Я начну сейчас как раз с примера, даже не вопроса, а заявления в моих комментариях к моему видео. Пример о том, как важно правильно, грамотно обращаться с понятиями, в том числе философскими. Мне тут пишут «Вы тут путаете причину и следствие. Революция является последствием кризиса, но не причиной. И дальше ряд утверждений, которые заканчиваются словами «всё по Марксу». Нет, по Марксу не совсем так. Дело в том, что по Марксу есть, как вы знаете, так называемый базис и надстройка явлений. Базис — это социально-экономические явления, а надстройка — это явление идейного порядка, духовного порядка, явление человеческой мысли. Смысл в том, что социально-экономические явления способствуют тому, что меняется человеческое представление об окружающей действительности. И вы хотите сказать, что экономические условия были таковы, что способствовали кризису, экономическому и социальному кризису, и он-то привёл к революции. С одной стороны, это так. А с другой стороны, революция — это тоже социально-экономическое явление. И, конечно, оно тоже приводит к определённым последствиям на уровне идеологическом. Потому что одно дело, когда мы представляем, что можно свергнуть короля и утвердить парламент, а другое дело, когда это происходит по всему известному нам миру, и мы воочию убеждаемся, что это возможно. И более того, у этого есть какие-то определённые экономические и социальные последствия, и это, в свою очередь, меняет наше мышление. Мы начинаем жить уже в другом мире, и это способствует выработке совершенно других представлений об этом мире. Именно поэтому кризис, о котором я говорю, разразился не в XVIII веке и не в начале XIX века. А смерть Бога была провозглашена даже ближе к концу XIX века. Просто к этому времени этот кризис созрел, в том числе благодаря изменениям, которые были произведены революциями в Европе. У каждого явления есть свои причины и свои следствия. Поэтому не надо понимать теорию Маркса настолько узко, она гораздо умнее. Она не говорит только о том, что социально-экономические причины приводят к революции. Она говорит о диалектике, то есть о сложном взаимодействии всех явлений. Так, переходим к следующим вопросам. Да, я заранее прошу прощения, что не смогу ответить прямо на все вопросы, прежде всего потому, что не все вопросы имеют отношение непосредственно к философии. Например, вопрос «Смотрели ли мы другие фэнтези-мюзиклы?» не имеет отношения к философии, а мы здесь говорим только о философии. Философия, конечно, мать всех наук, и с ней есть масса смешанных областей, и психология каким-то образом переплетается, относится к ней, например. Но мне бы хотелось максимально чётко, насколько это возможно, разделять. Вот, например, хороший, интересный вопрос. Интересен разбор Криса, не её ошибки. Почему она теряет именно зрение, и что обретает после этой потери? Это интересный вопрос на таком символическом уровне. Вопрос символизма, он сопричастен к философии. Возможно, я просто посвящу этому отдельный выпуск. Хотя мне так кажется, что ответ очевиден, но вдруг он вам не очевиден. Я подумаю об этом. Мог ли Карамон изменить эту историю? Могли ли близкие как-то его спасти? Вы знаете, мне кажется, что это такая тоже достаточно бытовая постановка вопроса, не имеющая отношения к философии. Но я отвечу на неё с такой идейной точки зрения. Дело в том, что у жанра… Это скорее литературный ответ, чем философский. Дело в том, что у жанра есть свои закономерности. У жанра драмы есть свои закономерности. Герой должен пройти через испытания, что-то потерять. И если его вовремя спасут, уберегут, то, собственно, не будет интересной истории. А нам история нужна страшная, драматическая, поучительная. Поэтому герой должен пройти через серию испытаний, чтобы как-то измениться, или что-то осознать, или что-то обрести, или погибнуть. Иначе не будет истории. Поэтому вопрос мог бы… Ну, теоретически мог бы… А что бы мы тогда получили в итоге? Получили бы мы историю человеческого духа, который проходит через падение? Не получили бы. О чём бы мы тогда смотрели последнее испытание? Ни о чём. Поэтому в теории всё возможно. А на практике не всегда это нужно. Так, про мифосизифи меня спрашивают. Можно ли свести Ницше Сартера, которого смотрим через призму Рейслина, к Камю, в частности, мифосизифи? То есть ему казалось, что он идёт к становлению богом, а на деле его деятельность была бессмысленна и бесполезна. Мифосизифи Камю рассматривает как такую метафору человеческого существования, ну, бессмысленности человеческого существования. Осмысленно ли нам рассматривать историю Рейслина с точки зрения бессмысленности его существования? Что это нам даст? Опять же, мне кажется, ничего. Это не сделает этот сюжет интереснее, поучительнее. Можно, конечно, сказать, что его деятельность была бессмысленна и бесполезна. Ну, можно. Как деятельность любого человека, если мы говорим о том, что наше существование конечное. Ну, можно. Но это история про другое. Её интереснее рассматривать с другой точки зрения, на мой взгляд. Поддаётся ли философии такизис? Относится ли она к разряду субстанции или она нечто другое? Вот я как раз, мне казалось, намекнула на это, о том, что она такое воплощение акцидентальности, изменчивости. Мне очень нравилось, когда... Как это песня-то наша называется? Изида под покрывалом положили на кусочки мультика, где была представлена вот такая богиня Ирис, богиня Раздора. Она как раз представала всё время в каких-то изменчивых разных образах. Я так и представляла такизис, вот такой пластичной субстанцией, которая одновременно страшно акцидентальна, страшно изменчива. Это такое воплощённое ничто. Это, ну да, это получается такой... Эксюмарон. Получается, что это такое противоречие в себе. Но это так. Поскольку такизис для Ареслина символизирует саму смерть, саму неустойчивость этого бытия, поэтому это такая богиня, да, вроде бы субстанция, да, но акцидентальная. Вот. Об этом я думаю, что мы об образе такизиса поговорим ещё. Можно ли говорить о том, что ничто – это субстанция? Нет. Но поскольку она здесь у нас представлена богиней, то мы вынуждены как бы работать с этими двумя понятиями. Очень интересно. Да, это очень интересно. Конечно, такизис наиболее близка к образу дьявола в этой истории, а дьявол – это такое персонифицированное небытие. То есть вроде бы это персонаж, и вроде бы, ну, не божественный, но такая очень мощная сущность, но это абсолютная антагонист Бога, абсолютная противоположность ему. Если Бог – это воплощённое бытие, это и бытие, собственно, и есть, то дьявол – это антибытие, это небытие. Вот такова и такизис. Вот спойлер такой, если у нас будут беседы про такизис, то вот в основном это будет про эту её характеристику. Комментарии образов Карамоны и Крисании. Да, про Карамона мне нужно, наверное, сказать отдельно. Я доберусь ещё до вопроса, который я видела, и я тогда поговорю немножко о нём. Насколько похожа история нашего мира и история Рейслина? Мы сейчас в точке властелина ничего или идём к ней, или где-то уже свернули с пути? Вопрос подразумевает… Вопрос так с подвохом. Он подразумевает, так намекает о том, что у нас уже как бы апокалипсис, а человечество уже что, кончилось? Оно вот-вот кончится, вот-вот нас всех накроет. Дело в том, что апокалипсис человечество ждёт очень давно. Оно ждёт его со времён, когда время перестало представляться как некий цикл. В античных временах оно представлялось как цикл, то есть повторение. Вот как вечно наступает весна, вечно наступает осень, потом снова приходит весна, потом снова осень и зима, и так по циклу. Поскольку человек существовал таким сельскохозяйственным и наблюдал явление природы и считал, что всё повторяется. Такое вечное возвращение. А когда в результате тоже различных кризисов и перемен тотальных в мышлении человека образовалось так называемое эсхатологическое мышление, то есть мышление, подразумевающее, что нас всех ждёт некий итог, некий конец, как, например, в христианстве. Христиане ждут страшного суда, конца мира и страшного суда, и дальше уже того, что Бог будет их судить по их делам или по вере их. Вот когда сформировалось такое эсхатологическое представление о мире, тогда уже люди стали ждать, ну когда же человечество-то кончится, когда оно накроется медным тазом, когда, наконец, придёт саранча, мор, когда мы угробим себя атомной бомбой, когда мы, наконец, исчерпаем весь свой потенциал и вот станем властелинами ничего. И постоянно объявлялись даты этого прекрасного события. Поэтому, несмотря на эпидемию, которая сейчас бушует кометы и прочие знаки, я не рискну утверждать, что человечество сейчас находится в некой точке. Уже и был у нас так называемый закат Европы, и Запад загоневал, и чего только у нас не было, и Венеция уходит под воду постепенно. Но мир продолжается пока что. Просто он меняется. Он уже не такой, как раньше. Поэтому человек склонен расставлять какие-то вехи и говорить себе, что вот, наверное, настали последние времена и вот-вот настанут там. Или вот-вот настанут предпоследние времена и вот тогда-то. Поэтому я сейчас не рискну сказать, в какой точке находится наш мир и в какой точке находится человек. Определенно сейчас происходят глобальные перемены, очень быстрые перемены. К чему они приведут? Неизвестно. Никто не может предсказать. Есть разные версии. Поэтому давайте не будем уходить далеко туда мысли. Мы можем, конечно, представлять, как оно будет и будет ли. Или всех нас ждёт конец, и человечество себя погубит. Но я не беру на себя смелость строить прогнозы. Да, философ тоже имеет право отказаться мыслить на какую-то тему. Вернее, так, мыслить он может, а конечные выводы делать надо осторожно. Мне очень приятно, на самом деле, когда пишут, что вау, как интересно. Во-первых, мне лестно просто как лектору. Я давно не читала лекции. Очень давно. Страшно вспомнить. Наверное, столько, сколько я писала в этот мюзикл. А во-вторых, мне просто приятно за философию, как за область знаний о мире, потому что приятно, что люди приобщаются к этому формату мысли и узнают, что философия – это не страшно занудное нечто, что надо поскорее задать, отторобанить и забыть. Что это просто способ размышлять об этом мире. Так, по поводу смерти матери. Не могли бы вы рассказать о смерти матери в контексте мюзикла? Это, опять же, не совсем вопрос по теме. Это вопрос не философский, а вопрос чисто сюжета. Мы, на самом деле, конечно, изменили сюжетно. В книге мать просто увлеклась этим тёмным искусством. А здесь, поскольку нам нужно было дать обоснование, почему Рейслин, ну, более чёткое обоснование, точки, с которой всё началось, почему Рейслин стал богом, а для этого надо было вести мать и как-то очень концентрированно дать, концентрированно увязать это с другими персонажами, сделать историю ёмкой, такой, чтобы там были все нити сплетены, всё было взаимосвязано. Поэтому мы придумали, что она, чтобы спасти ребёнка от болезни, обратилась к такизис, к тёмной силе. И ей пришлось фактически отдать свою жизнь. То есть всё завязать на такизис нам пришлось. Это отличие вот этого короткого жанра мюзикла от большого жанра, которым является такой серийный роман, где взаимосвязей может быть гораздо больше, и он не нуждается в такой ёмкости. Но это вопрос жанра и требований драматургии, а не вопрос с философией. Зато получается красивый такой психологический клубок. Так, красивый и такой, хорошая причина и следственная завязка. А вообще, когда история хорошо сложена, в ней играет каждая деталь, каждое обстоятельство. Поэтому то, что у нас мама умирает, чтобы защитить своего ребёнка, приносит себя жертву из любви, это, конечно, тоже важное обстоятельство, потому что Рейслин боится любви и не готов приносить в жертву свою самостоятельность, свою самость, свою независимость, не готов открыться и потерять себя ради другого человека. То, на что способна его мама оказалась вот в нашей истории, в том, как мы её раскрутили, и почему мама является тем, той силой, которая может взывать к нему даже в бездне, вот, то, это то самое, чего, оказывается, лишён он, трагически лишён он. Об этом мы будем говорить вот в нашей, на нашей второй встрече, почему Рейслин не стал Богом. Вот, получается, что Карамон, в отличие от Рейслина, справился. Если два брата оказались в одинаковых ситуациях, но пошли разными путями, не значит ли, что пути во время нервозности, иметь в виду, наверное, невроза, о котором я говорила, большое количество и впадать в крайность, как сделал главный герой безответственным. Здесь я вижу сразу два вопроса. Это вопрос ответственности. Ну, здесь есть такой парадокс, что человек, который берёт на себя слишком большую ответственность, может поступить безответственно, потому что он выбирает задачу не по своим силам. И по факту получается, что он поступил безответственно, при том, что он хотел как раз взять на себя тотальный контроль, то есть тотальную ответственность, вроде бы как, хотя тут надо тоже ещё думать о том, чем контроль от ответственности отличается. Вот. И вторая часть вопроса, вот, мол, был другой путь, Карамон-то справился? Карамон не справился. Но это я, опять же, залезаю в область психологии скорее. Дело в том, что состояние, в котором пребывает Карамон, это называется состояние слияния. Слияние или созависимости. И это очень интересно, потому что, с одной стороны, Карамон выступает как зависимый, когда напивается, то есть зависимый от алкоголя, да, а с другой стороны он пытается выступить в роли созависимого, то есть опекающего по отношению к Рейслину, при том, что Рейслину это особо не нужно. Рейслин его использует, Рейслин держит его на расстоянии, а Карамон нуждается в том, чтобы у него был подопечный, которого он бережёт, опекает, то есть выступает в роли матери. И с этой точки зрения мы можем сказать, что оба мальчика пострадали от смерти матери, оба травмированы, только один решил эту проблему попыткой тотального контроля, поскольку у него выбили из-под ног почву, он пытается вцепиться в эту почву сам и сам с ней что-то делать. Сам стать таким тотальным родителем, контролирующим всё. А другой мальчик, к сожалению, решил сам исполнить роль этой матери. Ну, потому что по отношению Креслина он выступает как опекающая мама и никак не может от этой роли отойти. потом у нас происходит вот такое постепенное взросление персонажа. В мюзикле мы постарались эту линию провести, когда шаг за шагом он обретает самостоятельность. Дело в том, что в паре созависимой и зависимой оба человека зависят друг от друга и человек который опекает другого он также зависим от наличия вот этого опекаемого он ему нужен нужен кого-то спасать. У Кресани там комплекс спасительниц тоже присутствует но это всё-таки чуть-чуть другая история чуть-чуть может быть когда-нибудь мы поговорим об этом но мне нужно подумать какая здесь история с философской точки зрения не только с психологической если Рейслин в отсутствии гаранта бытия хочет взять свою жизнь под контроль то на что напирается какой ресурс есть в нём вот мне нужно всегда уточнять понятие чтобы ответить на вопрос правильно что такое ресурс я-то считаю что Рейслин движен неврозом потому что тотальное желание контроля невротично но это если мы говорим опять же в терминах психологии если понимать ресурс как нечто положительное как то что составляет твоё богатство а не просто напряжение то тут можно о многом говорить на что он упирается он упирается на свои знания он упирается на явно не на своё здоровье упирается на своего брата который тоже в какой-то мере является его ресурсом а если всё-таки речь идёт о том что им движет какой двигатель то как я сказала что это невротическая энергия она тоже довольно большая человек в состоянии стресса если у него если он не впадает в состояние как то сказать обмирание когда он чувствует себя абсолютно бессильным то им владеет невротическая энергия и в этом состоянии человек на многое способен в кризисных обстоятельствах вы знаете люди поднимают те тяжести которые они не могут поднять в состоянии спокойном и вообще совершают какие-то невероятные подвиги просто в этом состоянии невозможно находиться всю жизнь вернее можно но ты будешь всю жизнь вот таким напряженным тревожным невротиком потому что конечно спокойный человек спокойным человеком резина не назовешь это человек который постоянно находится в напряжении и спокойный человек таких задач не ставит перед собой вот но это опять же мой ответ который скорее относится к области психологии потому что постановка вопроса про ресурс она не не про философию философия про другое про создание мюзикла я понимаю что интересно но это тоже не вопрос наших философских бесед мы здесь за другим собрались вот здесь человек пишет что контроль и управление это разные подходы к власти контроль это уничтожение ограничения а управление это развитие движения можно так сказать можно так сказать что есть созидательные намерения есть намерение удержания но вот этому будет посвящена моя следующая лекция так сказать хотя вот Антон например хотел придать намерением Рейслина вот эту созидательную созидательность скажем так но в результате эта как-то идея отошла на второй план то есть Антон хотел сделать так чтобы Рейслин хотел блага чтобы им двигало желание блага для мира чтобы он сделал мир более совершенным и так далее тогда бы вопрос стал совсем по-другому тогда бы последнее испытание было бы соотношение целей и средств а сейчас у нас история вообще про другое вышла ну может быть мы когда-нибудь напишем историю про благие намерения по психологии напомнила треугольник Карпмана да это он и есть как можно анализировать придуманных героев очень просто легко легко этим занимается например литературная критика потому что искусство это отражение реальности понятно что переваренное на языке иррациональном скажем так переложение реальности и глядя в искусство как в зеркало мы можем многое сказать о себе глядя на героя нашего времени отраженного ресурса в искусстве мы можем сказать кто мы такие поэтому конечно конечно можно анализировать придуманного героя и даже иногда нужным причиной того что Рейслин решил стать богом была смерть матери мне кажется говорит человек что Рейслин просто не смог стать частью общества не нашел друзей не нашел любви общество для него враг вот я как раз написала что не удержалась что вы причисляете симптоматику утраты базового доверия есть такое опять мы без психологии никуда но мы стараемся различать видите я стараюсь разграничить в психологии есть такое понятие базовое доверие к миру по идее ребенок должен находиться в глубоком контакте с матерью или с тем человеком который заменяет мать и в этом случае у него вырабатывается так называемое базовое доверие к миру и при наличии этого базового доверия он в том числе легче устанавливает социальные контакты и в принципе открыт миру верит в то что мир его любит способен любить людей без надрыва в ответ просто потому что у него выработана вот эта привычка к тому что я любим этим миром я принимаем этим миром просто в тот момент в который родители являются нашим миром мы либо усваиваем либо не усваиваем такое представление Америка к безопасном месте вот очевидно Рейслин не усвоил этого представления Америка к безопасном месте отсюда его такая подорванность в отношении социальных контактов отношений и любви но это да это уже вопрос психологии был кстати по моему эксперимент описанный в литературе такой научной когда зверят раньше времени отнимали от их родителей и они вырастали более агрессивными или более робкими в зависимости от тех реакций которые у них закреплялись на вот этот небезопасный мир где нет рядом поддержки когда малыш осваивает этот мир он периодически бегает к маме к папе удостоверится что вот есть безопасное место от которого как от правной точки можно отправляться изучать этот мир и тогда мир кажется более безопасным и дружелюбным понятно что предупреждая возможные вопросы понятно что в этом мире есть и опасность всегда но адекватная реакция на опасность это там ответить на опасность и расслабиться а человек находящийся в неврозе в постоянной тревоге он просто не расслабляется он просто в постоянном напряжении или в постоянном состоянии подавленности вот этим отличается здоровая и нездоровая реакция так я уже совсем в психологию шла поехали дальше читаю дальше вопросы по-вашему Рейслин боится смерти если да то он близорукий дурак если нет то что им движет в стремлении починить все себе эгоизм тщеславие вот это то что я называю бытовой постановкой вопросов речь речь конечно идет не о таком бытовом страхе смерти а так называемые тревоги небытия давайте об этом говорить да и это не зависит от нашего интеллекта поймите нет наши тревоги не зависят от нашего интеллекта тревога иррациональна там мы можем быть осознанными людьми отслеживать тревогу и взаимодействовать с ней управлять но вот в частности когда мы просто клеймим это глупостью это значит что мы отворачиваемся от нее это значит что мы собственных тревог не хотим осознавать потому что тревоги есть у всех так или иначе ну в той иной мере невротики это 99% населения вот и не стоит клеймить глупостью там тревогу небытия или даже там страх смерти бытовой вот потому что это все часть нас и мы должны с этим взаимодействовать чтобы хоть как-то этим управлять конечно это не глупость со стороны Рейслина в данном случае это травма с которой он справляется так как может он справляется попыткой завладеть мир вот и все конечно хотелось бы больше осознанности для нашего героя но всем бы нам быть осознанными людьми и всем бы нам ходить психотерапевту а не заниматься всякой другой ерундой например люди становятся иногда политиками для того чтобы свою тревогу унять или стремятся богатству чтобы унять тревогу или меняют молодых жен чтобы унять тревогу или очень агрессивны и нападают на других людей в интернетах чтобы унять тревогу мы очень много совершаем вещей только для того чтобы справиться со своей тревогой на которую мы не хотим смотреть в глаза которые боимся глянуть как-то интересно у вас получается да у меня интересно получается умер родитель и ребенок внезапно потерялся то есть родитель не передал потомку ту часть знаний которая необходима для дальнейшей жизни по сути не передал свое мировоззрение а почему же тогда родитель не потерялся когда родитель родителей умер слушайте мы говорим о травме маленького ребенка и в самом деле когда вот я до этого говорила про базовое доверие если родитель успел сообщить ребенку вот это самое базовое доверие успел стать таким прочным основанием для для своего ребенка ребенок успел отделиться от него вот он совершал такие смелые походы от мамочки куда-нибудь на 5 минут в соседнюю комнату и обратно к мамочке потом эти походы становились дольше он чувствовал себя все увереннее вот он уже в школу один пошел мамочка его за ручку не держал вот он уже в институт поступил вот он уже самостоятельный человек он не нуждается в этой поддержке он несет своего родителя в себе он сам себе родитель и вот эта сепарация должна пройти естественным образом она не происходит в 2 года в 3 года в 5 лет она происходит поступенчато в течение взросления человека и да если ребенок теряет родителя когда он уже сам взрослый когда он полностью сепарирован то он не несет в себе этой травмы потери это для него горе но это не травмирующее событие которое сломает его лишит его основы и опоры и это ответ на ваш вопрос вот вы говорите про мировоззрение да дело не только в мировоззрении но дело еще вот в этом базисном доверии потому что конечно ребенок может не соглашаться с родителем мировоззренчески но если у них были доверительные отношения и если ребенок мог на родителя эмоционально опереться то вот формируется та самая база доверия к миру надеюсь что сейчас я понятно объяснила ну вот вроде бы ответила на все ваши вопросы надеюсь что вы посмотрите следующий сюжет с интересом и жду новых ваших вопросов пока увидимся в следующем